всем всем привет с вами алексей 25 апреля 2022 сегодня затронем такую как тему как подмерзание фундука сорта трапезонт здесь вот такой рядок идут у меня двухлетки двухлетки разного размера разного состояния есть однолетки здесь чтобы хотел отметить да действительно значит было минус 19 зимой хотя растения были подкормлены фосфорокалийными удобрениями на зиму и тем не менее действительно как бы это прискорбно не звучало рассказываем как есть тонкие части тонкие части сорта трапезонт подмерзли это хорошо видно вот здесь уже жизнь пытается восстановиться и тем не менее мы видим подмерзание вот здесь тоже хорошо это видно верхняя часть подмерзла . ну может еще жива распустится но по крайней мере виднашки это проблемы были весенних заморозков не было но внизу уже распускается лист то есть там идет надо будет взять косой срез и растения пойдет вегетировать дальше давайте пройдемся посмотрим какая ситуация однолетки хорошо ведь и более толстый столбур пока все хорошо в средине лета посмотрим на результаты вот какие-то тонкие ветки сразу идет не очень хороший результат поэтому по трапезонду наверное нежелательно оставлять сильно тонкие ветки либо их потом подрезать вот пожалуйста ситуация вот так вот минус 19 растения подмерзла и тем не менее внизу все хорошо соответственно верхнюю часть где-то в районе 20 числа мая надо будет удалить та же самая ситуация здесь пока непонятно а внизу уже идет у нас растение развивается вот прирост прекрасно себя чувствует а тонкая ветка пока не очень не считаю так чем-то супер мега критическим поэтому по трапезонду саженец надо получать скажем так хотя бы среднего размера это однозначно хороший уход ему предоставлять и соответственно чтобы у него не было вот этих вот тонких веток да я не сделал нижнюю обрезку специально и вот вам показываю результаты вот здесь конечно все отойдет все будет хорошо но если бы сейчас были возвратные заморозки то возможно ситуация была бы очень плохая и такие вот тонкие растения могли бы умереть ну сорт трапезонду все-таки стоит того чтобы с ним заморочиться потому что мы получаем огроменные орехи которые очень удобно собирать которые достаточно неплохие на вкус которыми можно удивить друзей и соседей и родственников которые с фундуком либо еще мало знакомы либо у них есть там растет какая-нибудь лещина и так далее конечно результат будет потрясающе поэтому все равно будем с трапезун там дружить потому что кто бы что не говорил это один из лучших сортов для небольших домохозяйств а мы еще все-таки планируем доказать что и для промышленного выращивания во всех регионах украины всем спасибо огромное кто смотрел всем огромный привет из харькова и всем пока